Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте проходит конкурс на замечательное АВП, который мне подарил замечательный подписчик. Сколько автологий в моих речах. В общем, такое АВП мы разыгрываем, ребята. Участвуйте в конкурсе. В группе ВКонтакте конкурс висит, сами знаете где. Вот на такой прекрасный скин АВП Древесная Гадюка с хорошей наклейкой. Наклейка Игрушечный Тигр. Рублей 200 этот скин примерно стоит. Поэтому всем удачи, всем приятного просмотра. Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами я, Задрот сотовый левел. Сегодня я покажу вам решение одной такой проблемки, которая называется Бэтсистем Конфиг Инфо. Проблема синего экрана. Сегодня я покажу, почему она у вас выскакивает. Вот это самая главная причина того, почему она выскакивает. Вот постоянно она из-за этого выскакивает. Вот постоянно, всегда просто. Ну, по крайней мере, у меня. Я не знаю, почему это так, но у меня именно так. Поэтому я со своих слов, со своего, так сказать, мировоззрения, расскажу вам и покажу, что делать, если у вас тоже вылезает этот Бэтсистем Конфиг. Вылезает он из-за того, что в МС Конфиге во вкладке загрузка мы ставим максимальное количество процессоров и максимальное количество памяти. Я именно так и вычислил этот синий экран. Кстати говоря, кому нужно решение полноценно этой ошибки, я оставлю в описании под этим роликом ролик тоже решение, где оно в 100% случаях помогает решить эту проблему. Потому что я его уже решал таким способом раза четыре уже, наверное. Там через командную строку надо в команду 2 вписать, просто и все. Тоже в описании под этим роликом оставлю ссылку на этот ролик. Поэтому посмотрите, если хотите увидеть решение этой проблемы. Собственно, я передвигаю в эту сторону. И что мы делаем? Нам нужна вот эта, видите, здесь текст для поиска. Поиск Windows. Мы нажимаем на него, пишем здесь msconfig, конфигурация системы, кликаем Enter. Собственно, можно опять передвинуться. И смотрите. Здесь мы кликаем загрузка, дополнительные параметры. И вот здесь убираем просто галочки, если они у вас стоят. Если вы вводите из моего ролика, как я исправил синий экран смерти Bad System Config Info, смотрели этот ролик и вводили уже две команды. Первая команда, она сбивает вот эту галочку, а вторая вот эту. И, собственно, вот так решается эта проблема. У меня, как я уже говорил, четыре раза это было. И, собственно, на третий-четвертый раз я уже понял, почему она вылетает. Программы? Нет, из-за программы она не вылетает. Я спокойно скачиваю игры, спокойно скачиваю, еще что-то. У меня все работает. Но после того, как я начинаю максимальное количество процессоров вот так ставить, максимальное количество памяти, окей, перезагружаю систему или не перезагружаю, оставляю так. На следующий день, сто процентов, синий экран выскакивает. Всегда. Просто всегда. Все. Поэтому здесь надо галочки убирать. Кстати говоря, как мне объяснил мой тентик, который шарит в компьютерах, вот эти галочки, они никак не включают в работу там дополнительные какие-то процессоры и так далее. Потому что, типа, компьютер сам понимает то, что у тебя вот столько процессоров, столько ядер, и он включает в работу все. Неважно, включил ты тут галочки или нет. Потому что компьютер это виднее, как компьютер будет на дом в ядре работать, если у тебя там, допустим, 6 ядер или 8 вообще. И, кстати говоря, я понял то, что число процессоров, это вот у меня 8. Это не ядра, а потоки твоего компа. То есть у меня 4 ядра и 8 потоков. И вот это потоки получается. Ну, в общем, вроде как все объяснил. Перезагружаться не надо. Если кто-то, у кого галочки стояли, убирайте галочки, перезагружайте компьютер, соответственно. Чтобы все изменения вступили в силу. У кого-то, кстати говоря, такой ошибки нету. Я не знаю, с чем это связано. Но просто-напросто ошибка у них такая не выскакивает. Если, допустим, включите. Вот я раньше, например, с этими настройками гонял. У меня нормально все было. А вот в последнее время что-то началось с этим. Хотя давно уже стояли те настройки. Я не понимаю, из-за чего это. Вообще не понимаю. Просто ни с чего начались сбои в системе какие-то. Синие экраны вылетать постоянно. В общем, вот такой ролик получился. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорых встреч. Всем пока. Видос. Ссылку на видос я оставлю, как решить. Если вы, например, в систему не можете зайти. Ссылка с решением будет в описании. На две команды, которые где вписывать. Вот на этот ролик будет ссылка. Поэтому все. Давайте всех обнял. Приподнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok